Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня разговор пойдет об инвалидах, об организации их досуга, о трудоустройстве и, в общем, о проблемах и их решениях. У нас в гостях сегодня Наталья Епихина, президент благотворительного фонда «Наши дети». Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Скажите, как давно работает Ваша организация и почему она была создана? Ну, фонду 25-го понедельника исполнилось 10 лет. Официальные торжества у нас пройдут 10 января на благотворительном балу. А создалась она по инициативе родителей детей-инвалидов. Что такое школа особых родителей? На протяжении 10 лет мы работаем с родителями наших особых детей и, в принципе, думаем, что всегда все все знают. Но в итоге оказалось, что все равно, когда в непосредственном личном общении получается, что родители не знают и юридических вопросов, и многим нужна все равно психологическая помощь. И мы с собой… То есть мы создали такую школу, школу особых родителей, где у нас работают профессиональные психологи, юристы. Психологи у нас работают из Рязанского общества «Мемориал правозащитного». Они специализируются как раз на проблемах инвалидов. Сейчас мы издаем книгу с правами, льготами, с комментариями ведущих наших министерств и ведомств, комментариями психологов, полезной информацией. И будем эту книгу презентовать и раздавать родителям бесплатно. А так мы ездим в регионы, собираем родителей вместе с детьми, потому что сложно всегда оставить ребенка одного дома. Для детей везем либо спектакль, либо какие-то интересные вещи. В этот раз нами ездили «Пузыри шоу», замечательное шоу показали. Волонтеры ездили, аниматоры. А родители в это время занимались решением своих проблем. То есть занимались и в группах с психологами, индивидуально, с юристами, с психологами. У вас очень много мастер-классов проходит. Что касается трудоустройства, какие сейчас планы, перспективы в этом направлении? У нас сейчас тоже новый проект, очень интересный, большой. Он уже зарекомендовал себя в Москве. Мы работаем совместно. Этот проект Всероссийской региональной общественной организации «Перспектива» в Москве. В нашем регионе это поддержало Министерство труда и занятости населения. Мы уже начали заниматься трудоустройством молодых инвалидов в возрасте до 30, но максимум 40. То есть не отказываем, если есть люди старше. В ноябре у нас прошел мастер-класс. Назвать это мастер-класс, это, скорее всего, тренинг для трехдневной, где ребята учились и написание резюме, и подача себя, презентации себя. Вообще, как себя, для чего нужно работать, как работать, и что необходимо делать для того, чтобы трудоустроиться. Следующий у нас пройдет тренинг в декабре уже, где-то 16-18 декабря. Но здесь проблема большая и нерешаемая с одной стороны. То есть нельзя, например, научить инвалидов, но если работодатели не готовы взять. Поэтому у нас 13-14 декабря пройдет семинар для работодателей, для бизнес-структур, которые заинтересованы в трудоустройстве молодых, не только молодых, а вообще инвалидов. То есть мы расскажем, какие стереотипы существуют по отношению к людям с инвалидностью, что на самом деле, имея определенный льгот, ими не пользуются, наоборот, являются добросовестными работниками и работают даже в сверхурочное время, в отличие от штатных сотрудников. Очень много будет разной информации, у нас есть печатная продукция. Я думаю, что маленькими шагами мы достигнем нашего желаемого результата. А вот инвалидам, насколько мне известно, не очень много платят. Иногда они вообще работают за бесплатно. Вот что касается денежного обеспечения, там как будут обстоятельства. Ну вот как раз здесь и подход совсем другой, что как раз эта проблема есть, что инвалидам мало платят. Тем более среди людей с инвалидностью очень много высококлассных специалистов, прошедших вообще серьезное, у которых серьезное образование. Да, бывают разные случаи. Бывает эта инвалидность из детства, и нисколько не уменьшая этих способностей. Наоборот, люди, которые в чем-то ограничены, у них в чем-то не компенсируются. И обычно, например, люди с ДЦП, они очень умные. Примеров, мне кажется, в мире достаточно, и всех знают. В Москве к этому проекту подключились солидные компании. Это TransAero, это Citi, это Metra, это Leroy Merlin, которые берут работу и юристами, и бухгалтерами, и маркетологами. И так как компании эти пришли сюда на резонанский рынок, и они тоже готовы брать к себе на работу таких людей. А как вы считаете, сами инвалиды готовы к такой деятельности? Вы знаете, ситуация неоднозначная. Я считаю, что далеко не все готовы молодежь работать. То есть у них тоже есть свое видение. Я считаю, что это проблема, наверное, в воспитании, в гиперопеке родителей своего ребенка. Потому что столкнулись с такой ситуацией, что да, мы хотим работать, но хотели бы, например, чтобы было больше свободного времени на работе. Нам бы платили зарплату, чтобы я еще успевала посидеть в компьютере, что-то поделать. И, конечно, мы на тренингах объясняем, что работа – это работа. Но это, конечно, не постоянно. Я просто боюсь спогнать работодателям своей информацией. Но есть такие стереотипы тоже по отношению к работе. Но, наверное, все из нас хотят меньше работать и больше получать. Но, к сожалению, так не получится. Но семинары и тренинги вы проводите по этому поводу? Семинары, тренинги, да. И как раз тут работают и психологи, и объясняют, и учат ребят, как себя вести с работодателем. Но дело в том, что сейчас это начало. Мы сначала будем работать с искателями, с работодателями, а потом мы будем сопровождать этого человека с инвалидностью, который устроится. То есть мы будем помогать и коллективу рабочему, восприятие этого человека на работе, как правильно его принять, как правильно общаться, как правильно оборудовать рабочее место. И с искателем, ну, уже с будущим работником будем тоже работать на адаптацию его на новом рабочем месте. Скажите, как решается проблема отдельного проживания инвалидов? Как раз этот стереотип отношения к работе, да, это вот как раз идет, наверное, и еще раз повторюсь, от гиперопеки родителей. И поэтому я считаю, что, конечно, в подростковом, но уже в молодом возрасте ребенок с инвалидностью должен все равно жить отдельно. Будет ли создана деревня для инвалидов или что-то подобное? Как будет проживание организовываться отдельно? Какие планы, проекты? Да, я считаю, что молодые люди, конечно, с инвалидностью должны жить отдельно. Но не только потому, что это нужно, но это вообще острая необходимость, потому что родители тоже стареют, и ребенок привыкает жить под гиперопекой. Конечно, нужно создавать какие-то особые условия. Может быть, у нас уже в России есть деревня Светлана, да, как пример отдельного проживания людей с инвалидностью, в том числе и с ментальными расстройствами. Возможно, например, какие-то отдельные квартиры, где за ними будут присматривать, и будет обязательно социальное обслуживание определенное, но молодые люди смогут жить отдельно. Но эта проблема вот как, насколько уже высоко обсуждается? То есть с администрацией вы разговаривали, или это пока в планах, в проектах только? Это пока в планах, в проектах, но уже несколько организаций и на уровне администрации, на уровне правительства области поднимали эту проблему. Мы, в свою очередь, изучаем опыт других регионов. Были в Санкт-Петербурге, как раз в деревне Светланы. Фонд Водяновый приглашал нас на форум по аутизму. Там как раз и рассматривались эти вопросы проживания, отдельного проживания людей с ментальными расстройствами. Я думаю, что вообще это движение уже по всей России поднялось. Я думаю, что будут сдвиги, будут позитивные сдвиги. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего, здоровья и удачи. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин